друзья сегодня у нас опять космическая и очень необычная тема а точнее мы будем собирать автомобильный диагностический виброблок так что поехали для этого нам понадобится опорная вот такие достаточно мощные подшипники в количестве две штуки подвал 30 миллиметров которые я конечно же не нашел зато у меня есть старый лом примерно того же диаметра поэтому было решено пустить его в расход в итоге мы получили вот такой вот кусок который нужно немножко подровнять на декарном станке получили вот такой замечательный вал который отлично подходит к нашим подшипникам также нам нужен шкив я не придумал ничего лучшее как снять его с нового насоса гура кстати посмотрите как он устроен его тоже пустим под пресс вот только чтобы приспособить его на наш вал опять нужен переходник так что то чем что-то у меня руки последнее время присутся не могу ничего нормально снять но тем не менее переходник готов который тоже нужно пристануть и вот шкив уже такой как надо хотя необходимо еще немного посверкать чтобы было надежнее ну а еще запилить отверстие для дальнейшей его фиксации на будущем валу по сути можно уже собирать всю эту конструкцию воедино с помощью ударного инструмента но обращать это все будем конечно же при помощи двигателя от стиралки обороты у него бешеные соответственно мы будем делать понижение на шкивах и думаю получится как надо сейчас соберем рамку для всей этой конструкции конечно же из квадратной трубы все как всегда ну а шпильки крепления сделаем от гбц газели на 12 миллиметров так как данный узел должен быть достаточно прочным и конечно же изготовление данного чуда поставлю под какую-нибудь странную музычку которую тут можно использовать также нужен противовес который собственно и будет создавать вибрацию делать его будем вот из таких пластин толщиной 12 миллиметров и массой можно сказать один килограмм остается его подварить и думаю можно будет сделать первое испытание вибрация тут конечно мощная и ударная сила тоже мой молоток это хорошо оценил оборотов получается где-то 2600 минут у маловато но думаю хватит сейчас делаем полноценную рамку и корпус для всей этой конструкции чтобы была защита от противовеса ну и возможность куда-то установить этот вибра аппарат итак наша вибра установка практически готова и можно закинуть ее в багажник своего любимого авто точнее не просто закинуть а как следует ее тут зафиксировать после чего включаем и спокойно определяем шумы и скрипы и все стуки которые присутствуют в момент движения хотя если честно этот вибратор очень быстро выскакивает с фиксации и начинает каотично бегать по багажнику надо его все-таки как-то по-другому фиксировать и желательно плавно менять обороты для разных вибраций кстати я пробовал подложить этот аппарат под колесом и опустить на него машину но к сожалению резина гасит все вибрации так что пишите в комментариях как можно еще использовать вот этот вот возбудитель колебаний в диагностике авто на самом же деле данную конструкцию я сделал немножко для других целей а точнее для виброплиты и похоже что это самая дешевая и доступная конструкция из всех возможных ведь как вы знаете готовая такая виброплита стоит от 30 тысяч а если каждый раз брать ее в аренду то можно вообще разориться ведь стройка это довольно длительный процесс и даже если собирать ее самому необходимо найти достаточно мощный мотор либо бензиновый либо электрический кстати далеко не каждый мотор получится подключить на 220 вольт да и цена у асинхронных моторов совсем не маленькая к тому же их довольно сложно найти а вот с моторами от стиралки проблем вообще нет да и стоят они по 500 рублей так что давайте пробовать что с этого получится у меня как раз осталось достаточно много железа от погрузчика толщиной около 8 миллиметров маловато но ничего мы его потом усилим наша задача вырезать с него ровный прямоугольник ну а еще пару узких полосок которые пойдут на изгиб по сути весь вот этот вот материал можно найти на металлоприемках да и справиться с такой задачей думаю способен каждый сейчас зафиксируем эти изгибы под угол 45 градусов и все приварим таким образом мы получаем вполне неплохое основание для усиления я решил использовать толстостенный швеллер с мачты погрузчика хотя по факту тут подойдет любой запиливаем его сразу под 45 градусов чтобы он идеально подошел на основание в итоге получилось как-то так вот эта штука уже точно не будет прогибаться и гасить колебания масса тут получается 27 килограмм хотя мы ее еще немного утяжелим ведь нам как следует нужно проводить наши швеллеры причем как снаружи так и внутри чтобы ничего тут не болталась и не звенела вот это вот щель между швеллерами тоже нужно заварить чтобы сюда ничего не попадало то есть основание будет полностью герметичным прочным и довольно тяжелым по габаритам получается около 30 сантиметров ширина и длина 55 сантиметров и по сути можно за устанавливать наш вибромеханизм для начала просто на прихватке посмотрим будет ли это работать на асфальте наш аппарат конечно же сильно прыгает потому что ему нужны мягкие грунты но при этом он хорошо движется вперед и даже что-то под собой уплотняет а это значит что все сделано правильно сейчас нужно изготовить ручку самый простой способ это наверное из металлопрофиля у нас он 40 на 60 крепить его к плите будем через подушки двигателя классики ну а посередине сделаем вот такой вот резиновый упор сами же ручки изготовим из обычной трубы тут по сути ничего сложного и необычного также выпилил вот такую заглушку профиля в которой необходимо сделать отверстие для выключателя получилось конечно не идеально но выключатель все спрячут это и есть суть самоделок остается сделать ручки на плиту чтобы ее можно было поднимать и переносить ведь данная конструкция как-никак весит около 50 килограмм сейчас давайте загрузим его багажник и повезем туда где есть самое место ну то есть настройку тут мне как раз нужно поработать со щебнем точнее отсыпать им определенную площадку давайте посмотрим как с этим справится наша плита но перед этим ее полностью разберем и покрасим ведь иначе она работать не будет вот это уже совершенно другое дело и пойдемте испытывать а Я вам скажу, что данный аппарат просто отлично выполняет свои задачи. А самое главное, что его себестоимость меньше 5000 рублей, так что стоит задуматься. Вот так вот, друзья, можно довольно бюджетно сделать вибростенд или виброплиту, так что берите этот способ на заметку. И да, друзья, наконец-то вы узнаете, на каком этапе у меня стройка, что я сейчас собираю в новой мастерской, а главное, куда пропал наш Сережа и почему его так долго не было на канале. Давай, Сережа, запускай аппарат. Смотри, как он запускается. Вот, Сережа. Ну, на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока.